привет приветствую вас на канале сегодня у нас конец сентября я буду делать обрезку денежных деревьев делала весной вот но ребята уже смотрите сколько отросло и вот на одну сторону начинает дерево клонить вот и нужно срочно срочно все это вот это подрезать потому что завтра уезжаю в отпуск на два месяца за два месяца уже вырвется корнем вот эта тяжесть денежные деревья так что вот сейчас буду обрезать очень мощное денежное дерево это один ствол такой вот ну та сторона справа которая была южная на юг смотрела на солнце это вот сюда и здесь соответственно поменьше наросло и все все наклонено в правую сторону все ветки поэтому сейчас буду смотреть укорачивать надо обрезать вот ребят не было уже миллион прищипок и обрезок вот здесь когда-то была прищипка обрезка но это уже наверное вот смотрите вот это вот это было видать прошлогодняя осенняя прищипка вот она вот два дала и потом вот она дала два побега я еще сделал одну прищипку это уже вот это весенняя прищипка и вот сколько вот она вот сколько она отросло за лето где-то сантиметров по 8 9 10 но смотря какие вот видите тоже вот весенняя прищипкой вот столько отросло сейчас это все тоже буду прищипывать то что она вот здесь у меня раздвоилась а весну это вообще супер отлично и сейчас оставлю маленькие рогатуллин ки и много буду убирать вот прищипнула оставила но где-то по сантиметра 4 5 вот два да вот тут еще третье вылезла и вот эти вот видите два срезала вот эти два весят наверное грамм 100 150 вот и так сейчас буду как бы все дерево смотреть вот это например вот так прищипну вот она ну можно руками можно секатором если толстые ветки лучше секатора вот видите сразу какое дерево облегчение вот это вот раздвоенная рогатулина тоже его так вот прищипываю благо что он хорошо отламывается вот видите смотрите как вот супер вот вот так проверяю каждую веточку а то видите уже клонится клонится тяжело быстрее надо убирать вот это вот все вот это вот все надо быстрее убирать тоже вот какие длиннючие вот еще раз показываю вот это было прошлогодняя осенняя прищипка вот это вот весенняя разделена на две части он сколько выросло очень тяжело очень здесь даже оставлю покороче не буду длинно оставлять потому что от них в этом месте приблизительно будет раздваиваться ну желательно развивается вообще-то может и один вылезти но посмотрим как будет вот убираю так все потихоньку друзья вот здесь уже вот подстригла вот здесь подстригла вот отвалился вот и сразу же видите немножечко оголяется во первых но света будет больше вот оставляю вот вот где-то ну вот здесь сантиметров пять вот оставила здесь вот сантиметра три три с половиной оставила еще ребят я заметила в процессе выращивание денежного дерева вот смотрите когда-то еще там первая обрезка год там или два назад была вода я взяла из-за замазала садовым варом и вот смотрите это рано она как бы но она не болеет но и она так не затянулась и мне кажется от этого от садового пара дерево хуже как-то растет и чувствует себя хуже она не дает здесь вот в том месте где ты срезал веток а вот например вот вот смотрите вот здесь например вот развилочка видите здесь я просто прищипнула и она само собой вообще даже не швов не видно ничего само на этом месте прекрасно выросла вот пожалуйста без садового вара даже большая ветка там отломана была или что-то там я уж не помню может быть это и прищипка была вот все затягивается прекрасно поэтому относительно денежного дерева я поняла что лучше садовый вар не применять она себя чувствует лучше без садового вара вот так еще все обрезал от видите вот часть обрезал сразу насколько меньше работаем дальше это все подстригла вот такой в принципе получилось дерево аккуратно все все не оставила ни одного ни одной веточки ни одного кустика даже если были слабенькие хиленькие хотя бы просто прищипнула макушку сделала короче такую вот стрижечку ну еще я укоротила вот здесь вот видно вот вот это росло вовнутрь я его прям сильно укоротила она уже было сантиметров 10 потому что ну как бы вот сюда во внутрь мне не особо надо вот еще бы одну надо вот эту бы убрать потому что она внутри но пока оставила пока оставила не знаю чем почему оставила но хотя она вот тут внутри ведь это прощипнула уже я сверху не знаю можно в принципе убирать наверное уберу нет все таки я сейчас его не знаю нет ладно не буду не буду все они буду посмотрю убрать всегда успеем вот так вот получилось это аккуратненько денежно у нас дерево нормально так что сразу ребят хочу сказать про полив но поливаю где-то летом два раза в неделю зимой раз в неделю но у меня теплые полы поэтому как бы здесь довольно таки жарко сохнет хорошо вот а подкармливаю я делаю так всегда постоянно вот у меня смотрите стоит лейка 10 литров на эту 10 литровую лейку я ложу одну столовую ложку у меня на данный момент сейчас удобрение нова ферт но еще иногда папа при поливает вот этими азотными но перегнившая трава лето калина азотная помогут а вот в общем поливает этим удобрением но вот так вот моя стрижка и сейчас буду стричь вот это второе вот тоже смотрите клонится папа сказал что это сегодня только он повернул вот та ветка который к солнцу вот она видите сейчас стоит на южную сторону он сегодня повернул но вот это все надо срочно обрезать в общем начинают заниматься вторым деревом ну вот с одного куста уже полное ведро я срезала ну здесь килограмм 3-4 вот конечно можно оставлять вот черенки там шикарные из экземпляры ну ребят мне просто не надо мне их много очень много поэтому приступаю к обрезке второго но это нет было три одно подарили мы в этом году вот здесь ни одно а три видите три ствола даже 4 вот это вот но это вот как бы одну она дала детку всего здесь их три ствола и очень мощные очень мощные от эти стволы вот вот видите как наклонилась прям береза у меня повисла какие стволяки вот сейчас буду делать тоже обрезку довольно таки капитально потому что уже вот видите клонит клонит надо уже делать какую-то сюда подпорку треногу наверное сделаю что-то подпорочку вот но для начала смотрю и обрезаю вот это как вы поняли была сторона северная а то было на юг и хоть мы поворачиваем несколько раз за лето но все равно у них какие-то тоже периоды покоя периоды роста поэтому не углядишь вот но мы приступаем прищипки к обрезке так которая была в тени она и выпускает ветки вот видите какие-то такие тянутся дохленькие все они были направлены в южную сторону поэтому мой совет как можно чаще поворачиваете хоть каждую неделю денежное дерево и с той стороны где меньше листьев на ту и поворачиваете к солнцу тогда она будет равномерно вот так не получится слегка однобоким как у меня вот все равно она поэтому вот дает тоненькие тоже их все сейчас все все прищипну я вот вроде дерево раздвоилась и да и жалко обрезать ветки раздвоя но вот если честно хочу сказать вот это вот здесь я вот делала прищипку вот она в этом месте надо было короче вот надо короче вот видите вот сделана прищипка вот сейчас я совсем мало мало оставляю здесь даже тоже вот вообще обрезала ветки вот это все обрезала оставил вот такие рогатульки потому что если оставляешь она уже отсюда будет с этих рогатулек расти и получается что тогда все она увеличивается увеличивается а нам надо чтоб она раздвоилась поэтому как бы не жалею и обрезаю вот уже вы было вот она обрезка вот он ведь какая ветка вот была прищипка но это если честно и вот оно отросло вот длинные какие это вот получается длинно уже сильно тянет надо вот не пожалею не вот здесь я сделаю прищипку где-то вот так бы по идее по правилам надо вот здесь где-то сделать ее я сделаю ее наверно вот так вот в этом месте потому что но это не делается так будет свисать друзья вот этот получился так конечно сейчас у него такой облезлый вид но я думаю все равно если так в общем смотреть сделано какая-то крона единственное не знаю вот здесь что ли подкоротить или пока оставить как-то немножко здесь с этого с правого бока поменьше чем с левого бока по длине но в принципе смотрите какое для дерева облегчение сколько убрала и сейчас я поставлю вот эту сторону которая смотрит на меня в общем я ее поставлю на юг чтобы здесь у меня больше было вылезла новых побегов и теперь мне надо загущать как-то здесь но еще раз хочу обратить внимание ваше на то что вот садовый вар как я вам сказал уже недавно у не подходит вот смотрите замазывала садовым варом вот садовым варом и дерево как бы вот большая ветка была срезана вот видите плохо видно вот он она срезана вот здесь вот и это как бы плохо повлияло на растение не какие-то как маслом пропитались этим или вообще на общем лучше денежные деревья просто прищипывать и они сами подсушиваются довольно таки быстро затягиваются рубцы как будто там одни ничего не было вот здесь вот сейчас было отвалилась а здесь нет не было садового вара и вот даже видите выпускает уже побед в том месте где я срезала ветку но эти ветки вовнутрь смотрели я их как бы убирала вот ну вот так ребят пока на этом все если было полезно видео и не жалко вам поставьте лайк ну кто не подписался подписывайтесь на канал и до скорых встреч пока пока